можно начинать да мы начинаем уже вопрос кто-то задал сразу же не до подождите вопроса у меня есть тема которую мы обещали доктор написала сюда я готов я могу начать а у товарищи командиры отмашка есть аркадий включите себе звук и начинайте хорошо значит сегодня мы поговорим о том о чем как бы так периодически даст но достаточно постоянно нас спрашивают и как я понимаю очередная каша в голове по поводу этой темы речь пойдет о необходимости кальция в организме а его значение а его так скажем газировках ну и как приложение к этому несколько слов будет сказано о сочетании необходимости вернее сочетание кальция и витамина d поскольку они взаимосвязаны соответственно так я понимаю возражений нет да по этому поводу да вопрос важно так так вот значит давайте мы разберемся по порядку мыши тем очень сложная роль кальция достаточно велика в нашем организме и проблемы которые возникают с детям они очень часто ну по большей части не обоснованно вызывают какие-то вот преволнение родителей и так давайте сначала поговорим о роли кальция да значит его роль в организме очень велика и многообразно прежде всего большинство кальция ну скажем так цифра впечатляющая 99 процентов она содержится то есть это в смысле кальция 99 процентов его в организме содержится в костях и зубах и один процент приходится на все остальное но этот один процент он является достаточно основополагающим для роли жизнеобеспечения нашего организма почему потому что во первых кальций присутствует в каждой клетке нашего организма во вторых кальций является необходимым веществом для осуществления работы нервной системы а именно вопрос прохождение нервного импульса то есть реакция нервной системы на воздействие окружающей среды невозможно без кальция она нарушается дальше препараты ионы кальция осуществляют непосредственно элементы мышечного сокращения то есть мышцы не могут работать без кальция соответственно если кальция нет то речь идет даже не только скелетных мышц и нашим и там двигаться не может но мышцы это еще работа органов частности сердечная мышца дыхательная мышца то есть при отсутствии ионов кальция в организме человек большому счету не может жить потому что он не может дышать и сердце его перестает и биться дальше кальций оказывает соответственно влияние на правильный сердечный ритм то есть довольно часто такое понятие как нарушение ритма или аритмия возникает вследствие нехватки ионов кальция дальше нарушение свертывания крови кальций является одним из факторов свертывания крови поэтому его нехватка она удлиняет время свертывания крови и возникает ну длительное кровотечение которое соответственно никому не нужно кроме того кальций участвует в выработке определенных ферментов и определенных гормонов дальше кальций является определенным противоаллергическим препаратом многие это знают потому что довольно часто детям с какой-то повышенной аллергической реакции прежде всего назначают препараты кальция там глюканат кальция хлористый кальций это самое простое и довольно часто эффективное средство значит вот видите сколько много всего роли и задач для кальция вот и такой интересный момент биологически что человек вырабатывать кальций самостоятельно не может поэтому кальций поступает только извне соответственно очень важно сохранять норму и вот здесь мы сталкиваемся с ситуацией которая принципе должна нас по большому счету волновать дело в том что количество кальция поступающие из орган в организм должно соответствовать количеству кальция который из организма выводится вот этот баланс очень важен чисто биохимически и выводится кальций через канальцы почек через почки только поэтому соответственно проблема связаны с нарушением вывода веществ из почек она моментально нарушает кальциевый баланс и я сегодня расскажу о том что нехватка кальция также скажем да вот экстремально как и перебор кальция поэтому ему здесь очень важен баланс ну давайте теперь коснемся нормы коснемся количества кальция которое должно быть сколько кальция необходимо для того чтобы ну можно было как-то ориентироваться как-то посчитать и вот здесь количество кальция прямо пропорционально возрасту то есть очень важно когда мы говорим о норме кальция иметь в виду возраст на очень часто спрашивают про вот там добавить убавить как кальций первый вопрос который я задаю сразу возраст потому что разница существенная если до года организму ребенка нужно порядка 400 600 миллиграмм кальция скажем да до семи лет это уже 900 миллиграмм до 7 до 20 лет это уже 1200 миллиграмм в районе 40 лет это уже 1300 и вы уже в более пожилом возрасте после 60 это уже 1500 миллиграмм кальция сутки поэтому видите дозировка достаточно большая и по этому поводу мы с вами будем говорить о том что кальций может быть не только его не хватать но и не его может быть избыток ну давайте поговорим о том какие симптомы говорят о недостатке кальция ну прежде всего это слабость и утомляемость повышенная если мы говорим о детях то прежде всего мы должны четко понимать что ребенок устает обычно дети довольно выносливые не могут бегать носиться если мы видим что ребенок очень часто прикладывается очень как бы да не хочется ему бегать какой-то вяленький вот это одно из причин такого состояния может быть нехватка кальция дальше перепады настроения тоже элемент который мы принципе не обращаем внимание помимо других симптомов частности там работ щитовидной железы работ поджелудочной железы одну из причин такого состояния может быть банальная нехватка кальция дальше мышечные судороги вот здесь мы с вами должны четко различать ситуацию когда не хватает кальция и когда не хватает кальция значит сейчас я объясню как различить если судороги начинаются и проходят скажем часто без причины ну например там на фоне массажа или на фоне скажем просто вот человек ложится расслабляется и вдруг начинаются судороги это речь идет о нехватке кальция это все не наша тема а вот если на фоне нагрузки то есть человек скажем да вот идет долго и вдруг начинают сводить судороги играет там допустим бегает бегает и вдруг на вот начинается судороги вот садится и больно обычно это судороги мышц ног мышц голени вот так вот это речь идет о нехватке кальция если будут вопросы почему так происходит я объясню просто как бы да хочется охватить побольше поэтому если будет время то мы к этому можем вернуться значит часто аллергические реакции вот иногда спрашивают почему ребенок дает часто аллергические реакции иногда это может быть просто какая-то реакция на какой-то продукт если такого не выявляется то есть он выдает аллергические реакции ну непонятно на что да все было нормально нормально вдруг бабах его обсыпало опять там полечили помазали убрали чего-то величие то другое вдруг опять бабах опять аллергические реакции уже на что-то другое причина может быть тоже нехватка кальция ноги более костях и суставах особенно это характерно для детей период максимального роста то есть в возрасте порядка вот 10-13 лет когда ребенок резко начинает расти и его рост костей опережает рост мышц вот тогда существенно сказывается нехватка кальция потому что мышцы требуют максимального количества вещества которое увеличивает способность лучше сокращаться сан это кальций соответственно его всегда не хватает ну и ухудшение состояния зубов вот прежде всего ну и такие вещи как частые травмы частые переломы в любом возрасте они могут явиться таким скажем сигналом нехватки кальция а теперь поговорим прямо противоположным какие симптомы говорят об избытке кальция и вот здесь я прошу быть повнимательнее потому что на недостаток мы реагируем как бы все дружно и радостно а вот на избыток мы считаем что чем больше тем лучше на самом деле это не так и сейчас я так скажем да на говорю симптомы которые совершенно четко определяют что кальция много они не менее серьезны да и скажем так бывает довольно гораздо чаще мне кажется чем то что я сказал раньше и так симптомы по которым можно заподозрить избыта кальция первое снижение аппетита на частый симптом многие жалуются я не говорю о том что это только избыток кальция но в том числе это может быть масса причин про которые мы все знаем там которые мы все обследуем вот но одной из причин на которой мы забываем напрочь это может быть избыток кальция особенно в семьях вот таких сердобольных мамаш которые стремятся ребенку напихать все подряд независимо от того надо ему это или не надо а потом говорят вот там да плохо есть дальше час частая жажда вот когда у ребенка возникает повышенная жажда прежде всего хватаются проверять сахар это правильно с одной стороны но как только определяют что там норма сразу же успокаиваются на самом деле нужно проверить еще кальций сразу хочу сказать что кальций содержание кальция в крови проверяется легко есть анализ анализ крови нужно просто сказать что да вот нужно посмотреть уровень кальция в крови и все очень просто обычный анализ крови просто надо знать что смотреть дальше тошнота и рвота особенно если мы не видим каких-то других причин скажем да ну понятно если ребенок там что-то не то съел то понятно что причина другая но если мы никаких причин по этому поводу других не находим вот пожалуйста один из моментов которые требует диагностики дальше частое мочеиспускание вот всегда когда ребенок часто писается особенно это ночные мочеиспускание норезда все бегут проверять деятельность почек все бегут к невропатологу не забывают о том что все может быть гораздо проще на обсмотрим уровень кальция в крови и находим повышенное содержание соответственно корректируем и все становится на свои места более внизу живота тоже может быть тоже встречается довольно часто вот запоры тоже может быть следствие повышенного содержания кальция еще раз я хочу сказать что да вот те кто там скажем настоятельно конспектирует это дело вот я знаю нас таких мамочек которые сейчас сразу рвануться измерять уровень кальция в крови значит пожалуйста я вам говорю это как вариант то есть это может быть совсем не обязательно но надо иметь ввиду что эти симптомы могут говорить об уровне кальция о повышенном уровне кальция в крови и что самое печальное что об этом не ну то что родители не знают для этого мы и говорим но к сожалению очень часто об этом забывают и педиатры и вот здесь я думаю что давид наверняка сидит улыбается вот что нужно просто педиатром подсказать что давайте проверим кальций вот нам говорили что вот такое может быть при повышенном уровне кальция в крови ничего в этом страшного нет просто скажите доктору что это нужно будет сделать теперь значит к моментам диеты к моментам где находится кальций мы еще вернемся вот а теперь мне очень важно будет поговорить с вами о том что вот я уже коснулся ситуации когда процессы кальция процессы обмена кальция в крови его содержание они корректируются с выделением и вот здесь очень важно потому что нарушение кальция в крови может быть связано не только с его поступлением но и с его выделением а это работа почек и вот здесь мы можем попасть скажем да пальцем в небо когда выявили скажем да какие-то нарушения уровня кальция в крови начинаем корректировать диету начинаем там что-то делать с кишечником абсолютно забывая о работе почек а проблема может быть там поэтому я еще раз вот мы об этом постоянно говорим и вот каждая наша лекция что моя что рима что вроде сэфы она сводится в конечном итоге доказательство того что мы говорим основная мысль заключается в том что ребенок это личность индивидуальная и рассматривать его проблемы надо целиком в зависимости от его индивидуальности нельзя переносить механический да скажем опыт других родителей опыт других детей в диагностике в лечении на своего ребенка это приводит к очень тяжелым последствиям поэтому вот именно поэтому да скажем вот давид настраивает и нас и родителей на постоянную вот такой контакт практически круглосуточный потому что только изучив индивидуальные особенности ребенка изучив индивидуальность его проблемы мы можем подсказать правильное решение того или иного вопроса такое небольшое лирическое отступление значит я возвращаюсь проблемам кальция в организме дело в том что в крови вот этот один процент кальция он содержится в разных формах формах прежде всего ну скажем так примерно 40 процентов вот этого кальция в крови это кальций который связан с белками то есть определенные белки ну в частности такой белок но может быть он знаком кому-то по анализам это альбумин соответственно снижение альбумина в крови в биохимическом анализе крови косвенно говорит о снижении уровня кальция в крови это раз второе значит кальций входит в состав комплекс различных солей которые оказывают влияние на процессы обмена веществ в том числе на ситуацию со свертыванием крови и на ситуацию с выработками различных ферментов и гормонов и больше примерно половина этого кальция она находится в свободном состоянии в юных кальция валентность плюс 2 и вот это вот является моментом который работает на все остальные органы на мышцы на нервную систему и так далее и так далее и таким образом нам очень важно иметь связь с моментами выделения кальция почками кальций всасывается плохо он очень плохо растворяется в воде поэтому малейшее нарушение работы канальцев почек приводит прежде всего к нарушению всасывания кальция отсюда и образование камней но это в более старшем возрасте это раз кальцинаты второе это образование вот этих кальцинатов в различных местах в сосудах в мышцах в различных скажем да структурах нервной ткани в том числе и в коре головного мозга поэтому вот эти вот элементы скажем да это следствие той же нашей любимой нейроинфекции с которой мы сталкиваемся один из последствий вот этой вот нервы нейроинфекции как следствие это нарушение обмена кальция вот в том числе поскольку кальций тесно завязан с элементами другими в частности магнием фтором фосфором то происходит скажем да сбой так я не понял нам кто-то там недоволен чем-то значит поэтому соответственно эти механизмы вот и как прямое следствие куда вот сейчас я совершенно четко могу отправить вас к предыдущей лекции по судорогам потому что как говорится да смотри на пункт выше все что мы говорили про судороги мышечные они являются следствием вот этой вот разбалансировки элементов в организме содержание элементов кальция фосфора магния фтора да вот и соответственно как следствие повышение судорожной готовности мышц и повышение судорожной готовности нервной системы два то есть видите в организме Все завязано, и не зря мы вот этот вот момент, связанный с работой кальция, именно перенесли на сегодня, то есть сразу после судорог. Значит, давайте поговорим вот о чем. Что же вызывает причины нарушения содержания кальция в организме? Первое – это низкое потребление продуктов, которые содержат кальций. И вот здесь, ну мы к этому вернемся, да, давайте перечислим все-таки эти причины. Второе – это нарушение всасывания кальция в кишечнике. Вот нельзя забывать о том, что, ой, не хватает кальция, давайте будем там пихать творог, сыры и прочее, прочее. Не факт, не факт, да, там кальций в таблетках, кальций в растворах, кальций в скорлупе, во всех других видах. Не факт, потому что где-то там примерно большая часть причины – это нарушение всасывания в кишечнике. Это нарушение работы кишечника, да, соответственно. И третье – это нарушение работы почек, как я уже сказал. Теперь, значит, давайте посмотрим, какие продукты содержат кальций. На самом деле их довольно много. И если из тех продуктов, которые я сейчас буду перечислять, какому-то ребенку эти продукты нельзя, по другим причинам, не надо устраивать трагедии, всегда можно заменить. В самом большом количестве кальций содержится в молочных продуктах. Это молочные, кисломолочные. Мы вот здесь, да, если кому-то нельзя, там молоко, скажем, или кто-то не любит, есть йогурты, есть сыры и так далее, да, то есть любые кисломолочные продукты. Сразу хочу сказать следующее, что в заменителях молока, а именно в соевом молоке, миндальном и прочих там видах молока, кальция гораздо меньше. Это неравнозначная замена. Это надо учитывать. Второе, значит, если мы говорим о молоке животных, значит, это тоже неравное количество кальция. Больше всего в коровьем молоке, гораздо меньше в козьем. Вот для любителей козьего молока, вот почему-то я очень много лет сталкиваюсь, да, что там любители считают, что козье молоко – это ах-ох, вот что-то супер. На самом деле это не ах, не ох и не супер. Вот, там есть свои плюсы, но там есть и свои минусы. В частности, там гораздо больше фосфора, но гораздо меньше кальция и гораздо меньше железа. Поэтому, скажем так, держать ребенка только на козье молоке – это прямой путь к снижению уровня кальция и снижению уровня железа. Поэтому здесь будьте осторожны. Еще раз, я, наверное, не устану говорить об этом пока живой, потому что ничего нельзя делать, лишь бы делать. Все должно быть продумано. Знаю, вот если, скажем, опять же, да, вот, когда я очень часто, даже еще 40 лет тому назад работал участковым педиатром, постоянно сталкивался с наличием анемии у детей, которых, вот там, родительные бабушки пичкали только козьим молоком, думаю, что это самое полезное. Не самое полезное далеко. Поэтому все должно быть разумно. Значит, дальше довольно много кальция в злаках в хлебе, в крупах, вот, в мясе, в яйцах меньше. Вот. Их кальция в этих продуктах не так много, но он неплохо усваивается из этих продуктов. Поэтому здесь очень четко нужно выходить на сбалансированную диету. Вот очень важно. И почему-то, на самом деле, очень много обращений по поводу того, что ребенок там не ест ничего, и очень мало вопросов по тому, как правильно составить диетологию ребенка. Кстати, есть предложение ЕСФ Давид, вот одну из лекций, не знаю, доктор Римма возьмет или я, посвятить диетологии, диететике ребенка в зависимости от возраста. То есть, как правильно составить рацион, как грамотно это сделать. Это здорово, Марка. Это здорово. И если еще пройтись по известным диетам, которые сейчас мамочки используют, там, типа, все те же БГБК и так далее. Мы про это говорили, но я думаю, стоит это повторить и расширить. И, в общем, короче, да. Сначала где-то о диете. Вот жалко я, Римма, не ниже сегодня. А здесь? А? Римма, отзовись. Я здесь, конечно, я с удовольствием слушаю, да. А, вот, значит, ты так тихенько сегодня. Вот, поэтому диететика в норме, да, скажем, по возрастам. Ну, то, что нормально, да, положено ребенку. Ну, и потом в зависимости от той или иной патологии, вот, ну, и дальше, я так понимаю, что там будет шквал вопросов, может быть, даже не на одну конференцию, вот, но, тем не менее, мне кажется, что это вопрос актуальный, и он снимет массу проблем у нас. Да, это вопрос более тем актуальный. Так что, да. Может быть, у нас неделя, да, теперь будет еще, да, как у нас там по графику, вот, ну, я не знаю, мы с Риммой поговорим, да, или я, или она, мы подготовим эту тему, может быть, на следующий раз. Да, решите между собой, хорошо, кто. Следующая тема тоже во вторник, то есть, потому что во вторник, и сейчас, значит, воскресенье у нас начинается Йом-Кипур, значит, понедельник. Йом-Кипур кончается, понедельник, да, вторник у нас свободен. То есть, во вторник можно это делать, да, то есть, так же в 4 часа. Здравствуйте, а можно вопрос? Нет, сейчас я закончу, вопрос напишите, либо мы потом поговорим, потому что, во-первых, я могу на него ответить в процессе, во-вторых, мы сейчас можем уйти в сторону, я не скажу то, что, собственно говоря, нужно еще сказать. Я скоро закончу, потерпите немножечко, вот, я подхожу, вот к какому вопросу, я подхожу к роли витамина Д в работе и в всасывании, именно в значении его для организма ребенка, и для, вот, всасывания кальция в крови. Итак, значит, здесь ситуация вот в чем. Почему мы так трепетно относимся к витамину Д, и почему вокруг него такие, вот, коллизии возникают, и почему всем нам, да, пихали витамин Д, и, собственно говоря, зачем он нужен. Все, на самом деле, просто. Дело в том, что в норме почки способны всасывать обратно, да, порядка 90% кальция. То есть, сейчас я поясню, в чем дело. Кальций, вот он, да, в организме крутится, крутится плавненько в крови, там делает свое дело, и потом плавненько через кровь двигается к почкам. И вот он пришел в почки. И вот здесь, если бы почки не всасывают его обратно в кровь, мы бы все имели постоянный дефицит кальция. Потому что, смотрите, почки его выводят, а в организме он не образуется. И может наступить момент, когда его не хватает. И такой момент может наступить часто. Поэтому в организме все продумано. И, чтобы не было нехватки, почки всасывают кальций, ну, там много чего всасывается. В том числе и этот кальций всасывается обратно в кровь. Почти весь. Выходит очень мало. То есть, вот если почки работают нормально, этот процесс, он осуществляется очень хорошо. И вот для момента всасывания необходим витамин D. То есть, витамин D, он является таким катализатором всасывания обратно кальция. И является таким образом вот этим моментом. Дело в том, что с одной стороны витамин D, он у него целая такая система, которая биохимическая группа реакций, которая осуществляется в организме для того, чтобы вот этот процесс происходил. Сам витамин D на почки не влияет. Да, мы говорили, что он откладывается в печени и влияет на печень. Но продукты, которые производятся в результате биохимических реакций с витамином D, они как раз являются, ну, в частности, витамин D2, витамин D3, производные витамины D. Они оказывают влияние на канали цепочек с целью обратного всасывания кальция. Поэтому нам, в принципе, содержание витамина D необходимо. И вот сейчас мы несколько слов об этом скажем. Но, тем не менее, количество витамина D в организме, оно точно так же должно быть четко регламентировано по своему количеству. Потому что, смотрите, если мы говорим о недостатке витамина D в организме очень кратенько, то мы можем говорить о врожденных и приобретенных формах гиповитаминоза D. С одной стороны, это связано с тем, что витамина D не хватает с рождения. Ну, по каким-то причинам, да, вот, мама плохо питалась, там, на солнце была недостаточно, и у плода сформировался гиповитаминоз D. Соответственно, ребенок рождается с уже врожденным нехваткой витамина D, как следствие изменения костей. То есть, там все симптомы нехватки кальция. Да, уловили связь, да, то есть, недостаток витамина D влечет за собой недостаток кальция. Отсюда при нехватке витамина D возникают костные нарушения. Скажем, да, рахит, когда кости там становятся, там, плоскими, да, какие-то там изменения костные, потому что кальция не хватает, он очень быстро выводится из организма из-за нехватки витамина D. Поэтому за этим тоже надо следить. Но, опять же, обращаясь к нашим сердобольным мамашам, гораздо хуже состояние гипервитаминоза D, то есть, повышенное содержание. И вот здесь состояние при гипервитаминозе D, это прежде всего увеличение кальция в крови со всеми симптомами, которые есть, в том числе и повышение артериального давления, нарушение сердечного ритма, нарушение нервной системы, нарушение функции печени и так далее, и так далее. То есть, видите, мы к чему пришли? Мы пришли, и, наконец, я думаю, для многих прояснилась ситуация, когда баланс кальция, витамина D, работы почек и всей системы организма, оно должно быть сбалансировано. Поэтому, вот я думаю, что в следующих разговорах, а именно о диетологии, мы поговорим о том, как, может быть, посчитать, как определить вот этот баланс, с одной стороны, поддержание уровня кальция, попадающего извне, а с другой стороны, поддержание уровня витамина D, чтобы это сбалансировать, чтобы не было перекосов, потому что, видите, что получается? Вот вы теперь, я думаю, многие поняли, что нарушая одну структуру, мы сбиваем абсолютно все в нашем организме ребенка, то есть, увеличивая кальций, сбиваем, в том числе, и содержание витамина D, с другой стороны, пичкая витамином D, мы сбиваем содержание кальция и нарушаем весь этот баланс, который приводит к сбалансировке здоровья организма. И вот мы, скажем, да, вот опять же, Весефа, Давид и доктор Рима не дадут соврать, что мы очень часто сталкиваемся с вопросами, когда нам обращаются, называя симптомы, которые вызваны вот этим сбоем, то есть передозировкой либо того, либо другого, с применением всяких БАДов, всяких там различных каких-то природных препаратов и так далее, и так далее. Так что давайте в этом плане, да, в заключении, давайте мы будем достаточно осторожны и достаточно внимательны вот в таких моментах, ну и будем в таком постоянном контакте. Вот, в принципе, я закончил, теперь давайте, я, честно говоря, потерялся со временем, вот, если там есть время на вопросы, то давайте вопросы. Есть время на вопросы, но сначала предложение от меня, просьба. И я послушал ваше лирическое отступление, и мне появилась одна очень интересная мысль, точнее говоря, просьба, предложение ко всем нам, сотрудникам Центра, меня слышно, да? Да, да. Сделать, собрать воедино вот те все советы и рекомендации по поводу того, что при таких-то проявлениях надо проверить такое-то воедино, создав такой энциклопедический справочник, а точнее говоря, путеводитель диагностический, в котором собрать вот эту практически нужную информацию, что при таких отклонениях нужно обратить внимание на это конкретно, там в поведении прочее, или еще что-то, еще параллельные всякие проявления, и возможные рекомендованные направления проверки, проверить вот это, вот это, вот это, вот это. Давид, я уточню, значит, опять же, да, родилась мысль, значит, я думаю, надо сделать так, вот, может быть, в порядке значимости, это вы уже определите, что раньше, но, мне кажется, вот сейчас Рима, я думаю, будет кивать, потому что это немножко по-другому. Нам нужно сделать это по возрастам, то есть, от беременности, скажем, до до первого до первого года, да, то есть норма, как ребенок должен развиваться, отклонения и причины этого, возможные причины этого отклонения, второе, в этот же период диета, два, в этот же период элементы ухода и, как сказать, не развития, а, ну, скажем, каких-то физических, ну, типа, упражнений. Психоэмоциональное, да. Психоэмоциональное развитие, да, вот, и сделать это по возрастам, то есть, скажем, да, вот там, допустим, от беременности до года, от года до трех, от трех, да, там, из пяти-семи и так далее, и так далее. Вот. И второй момент, второй блок, это возможная, то, что Давид сказал, возможная патология и, ну, типа, диагноза, да, и ситуация. Нет, 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 я имею в виду другое. Не типа, ни в коем случае не навешивание ярлыков диагнозов, а что, желательно проверить, вот как вы сказали, например, повышенная жажда, к примеру, желательно проверить то-то, 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 возможные причины такие-то, такие-то, такие-то. Ну, можно сградаться во взрослых. Это, 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 это и называется дифференциальный диагноз при различных симптомах, да. Ну, родители это не могут в любом случае. Ну, по крайней мере, на что ориентироваться, что, на что обратить внимание, что не упустить, а то действительно, вот, абсолютно согласно с Аргадем, что есть такой большой перекос, что, например, какое-то проявление, например, жажды или повышенное, там, выделение мочи, значит, сразу начинает, буквально, в смысле, бежать и проверять то-то, 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 и все. Вот, важно, чтобы было у родителей понимание, что причин может быть много разных других, и чтобы общая обзорная картина можно было увидеть, я это имею ввиду. Да, вот, ну, это вот, можно, можно, можно сделать, можно, не что-то категорическое, что-то, ну, просто общий обзор, общеполезный обзор. Ну, это можно назвать что-то типа справочника, вот, диагностического путеводителя, диагностический путеводитель, совершенно верно. Ну, вот, определите степень значимости, то-есть, что будет на следующий раз, ну, там уже. Нет, вот, то, что сейчас сказано, это наша работа на, буквально, на несколько месяцев ближайших. В любом случае, если говорить, все серьезно. Короче говоря, вот, да, мы ждем вопросов, ну, а тему определить. Давид, у меня такой вопрос, вот, есть, честно практически, к нам вообще подключаются новые слушатели. Есть такая вероятность? Я точно не могу сказать, потому что подключаются люди с номерами, на которых не обозначены с телефон, на которых не обозначены имена. Я не могу сказать. Я почему спрашиваю, потому что, вот, рассказывая, да, о работе нашего центра, ну, спрашивают, у меня довольно много, и спрашивают, вот, как, практически, вот, быть, быть, вот, в этой группе, быть в курсе. Аркадий, вот эти конференции, они общедоступны, ссылки на них регулярно публикуются в разных социальных сетях, заранее, то есть, любой человек может воскучиться. я думаю, я сейчас к Насте обращаюсь. Настя, ты меня слышишь? Насте? Нет, Настя уехала будет. Да, но Настя сейчас летит. ну, в общем, не важно, кто этим займется, но мне кажется, что нужно, ну, это чисто мое мнение, нужно вот где-то, вот, да, на наших ссылках общедоступных, ну, дать такое небольшое интервью о том, вот, что происходит на этих конференциях. еще раз, как бы, да, сказать, что происходит и как туда попасть. Аркадий, это все есть? Ну, это как бы пожелание мое, потому что... Это уже все есть? Я вам пришлю ссылку на эти статьи. Хорошо, спасибо. Я, внимание, в вопросах, пожалуйста, кто-то, я не знаю, СФ или Рима, кто-то озвучьте, потому что я ничего не вижу. Можно вопрос? Это Наташа, Райна, мама. У Райна вот повышен кальций, понижен витамин D. Мы пили два месяца, ну, витамин D, чтобы чуть поднялся. Он чуть-чуть, совсем чуть-чуть поднялся, но чтобы понизить наш кальций, нам приписала пить витамин С. Мы пили месяц, и у нас очень сильно поднялись оксалаты, пошли. Естественно. И что делать? Значит, вот, если вы меня внимательно слушали, значит, как я понимаю, я не сделал вывод. Значит, вывод из всего того, что я там сейчас говорил, следующий. Нужно, прежде чем что-то давать, нужно понять причину нарушения кальция, уровень, где эта причина. Услышьте меня все, пожалуйста. Вот это как раз тот реальный пример, когда не хочется в эфире говорить грубо, меня не ждут, но фигней занимаемся, потому что причина непонятна. Что значит, нехватка кальция, может быть, нехватка в диете, может быть, он плохо всасывается, может быть, плохо работают почки. Сначала надо выяснить, в чем причина, а потом эту причину убирать. Вы можете накормить его кальцием, одним кальцием вообще, а он повышаться не будет, потому что он не усваивается, к примеру. Поэтому надо проверить кишечник, надо проверить почки на предмет всасывания. Специалисты прекрасно знают, какие анализы нужно сделать, это, может быть, суточные мочи, суточная моча, всасывание и так далее. То есть нужно проверить, на каком уровне происходит сбой. И потом давать. Вот тем более витамин С, по-моему, сказали. Конечно, повысится оксалат, естественно. Мне кажется, что это проблема с почками. Судя по тому, что вы говорите, но это требует диагностики. Спасибо. Следующий вопрос, пожалуйста. Слух. Доктор Аркадий просил произнести вслух вопрос. Да, озвучим, что я не вижу, там мелькают какие-то вот эти самые. У меня ничего не надо. Больше нет вопросов. Тут еще один вопрос был про смену зубов. Я на него ответила. Задает вопрос мамочка, в период выпадения молочных зубов может ли пойти сбой с уровнем кальция в организме. Ну, я ей уже написала, что закладка всех зубов происходит во внутриутробном периоде. Поэтому, конечно, сама смена молочных зубов не влияет никаким образом на электролитный обмен. Но если у самой мамочки, скажем, была нехватка кальция во время беременности, это будет? Да, но это не будет иметь отношение никакое именно к смене зубов. Это может произойти в более раннем периоде. То есть, ждать, конечно, 5-7 лет до смены зубов смысла никакого нет. Что происходит зубами? Ребенок рождается, у него есть два ряда зубов. Один ряд зубов лежит повыше, второй пониже. Потом начинают они прорастать. они сформированы полностью, равно как и... Поэтому, нет, это влиять не будет. У мамы, если есть нарушения, они во время беременности проявятся, да, конечно. Они проявятся во время беременности с удорогами и еще какими-то проявлениями могут быть. Но именно в возрасте 5-7 лет у ребенка нет. Аркадий, один важный вопрос, сейчас почему-то он постоянно звучит, сейчас почему-то не прозвучал. Кальций. Родители, которые, которым говорят о том, что, или они считают, что у ребенка пониженный уровень кальция, надо ему добавить, начинают добавлять разное. Кальций содержащие, кальций формирующие и так далее и тому подобное. вопрос, в каких формах существуют кальций содержащие препараты, какие лучше усваиваются, какие плохо усваиваются, какие, например, вообще, имеет смысл понимать, что это вообще не стоит, что нужно добавлять в пищу, например, одновременно с приемом кальций содержащих препаратов, и в том числе натуральных, и какие продукты, и в каких сочетаниях это усваивается, а в каких нет. Я думаю, этот вопрос самый важный. Значит, это вопрос как раз диетологии, но я постараюсь ответить кратко. Значит, что касается препаратов, препаратов очень много, они есть в виде таблеток, скажем, глюканат, кальция, но это соли, там, это в виде микстуры хлористой кальция, она правда очень горькая, но, значит, есть кальций практически, наверное, во всех биологических добавках, вот, где-то больше, где-то меньше, вот, все это усваивается, скажем так, не очень хорошо. Значит, основной момент, который может скорректировать кальций, поступление кальция в организм, это диета. Значит, единственное, что я бы рекомендовал, это добавление кальция, ну, жидкого кальция в приготовление молочных продуктов. Вот, если родители там творог или кефир делают сами, то туда можно добавлять, ну, скажем, на 100 граммов продукта столовую ложку хлористого кальция или глюканата кальция. Или глюканат, да. Или глюканата кальция, да, поскольку он уже в процессе приготовления, он приобретает форму, которая есть в натуральных продуктах. Значит, есть один рецепт, который позволяет, ну, скажем, почти стопроцентное всасывание кальция, но он достаточно рискованный. Значит, я объясню, о чем идет речь. Речь идет о яичной скорлупе. Вот. Почему рискованный? Дело в том, что эффективно применение сырой яичной скорлупы. Соответственно, риск заражения инфицированных, если яйца инфицированы. Поэтому, если есть домашние яйца свои, да, то есть, где стопроцентная, скажем, да, стерильность, то я могу сказать рецепт, который дает стопроцентное практически усвоение кальция. Значит, берем скорлупу, очищаем ее от всех внутренних пленок, мелко-мелко перетираем либо в хорошей кофемолке, то есть, это должен быть порошок, либо ну, вот там пестик и это, как ее называют, там, толкучка, толкушка, да, вот, и на чайную ложку этого порошка 3-4 капли выжатого лимонного сока. И вот это давать ребенку, вот эту ложку чайную в день можно дать абсолютно без проблем ну, где-то начиная с 6-месячного возраста. Еще раз хочу сказать, что скорлупа, в том числе, да, сырых яиц довольно часто, если мы говорим о магазинных яйцах, может быть инфицирована. Вот, инфекция погибает при кипячении, но скорлупа вареных яиц или даже если мы про скорлупу прокипятим, она снижает уровень всасывания кальция, ну, где-то в половину примерно. Ну, вот, как бы, да, каждый решает для себя эту ситуацию. Вот, я сказал, варианты, значит, все препараты кальция, как в биологических добавках, как в аптечных видах, они чрезвычайно низко всасываемые. То есть, Аркадий, одно, два вопроса. Что вы можете сказать из вашего опыта, я имею ввиду, и опыта ваших знакомых о разных видах биологических добавок, всякие экзотические, как бы, виды кальцийодержащих продуктов, типа, коралловый кальций, окинавский, так называемый, кальций, ну, разные другие виды. А на ваш взгляд, стоит ли вообще к этому относиться серьезно, как к чему-то из ряда вон выходящему в лучшую сторону. Вообще, вот, ваша точка зрения практическая, если у вас был какие-то опыты. Абсолютно все то же самое, что я сказал. Чисто коммерческие фишки. Нету лучшей вот рецепты, чем тот, который я озвучил. Вот. Единственное, что я могу сказать, особо никакой разницы между потреблением любого кальций, содержащего и того же кенавского кальция, на ваш взгляд, абсолютно никакой разницы нет. Абсолютно, абсолютно. Единственное, что я могу сказать, что, если мы говорим о скорлупе, то скорлупа перепелиных яиц содержит кальция больше. И, соответственно, он больше больше. Аркадий, важная просьба о резюмировании. Какие продукты натуральные улучшают всасывание в результате кальций-содержащих продуктов кисломолочных, например. Вот конкретно, люди дают ребенку творог. Что туда стоит добавить или наоборот, что нужно ни в коем случае не добавлять? Если творог магазинный, то добавлять ничего не надо. Если творог вы делаете сами из молока, я бы рекомендовал добавить хлорист или глюканат. Вы это сказали, но это немножко из нашей реальности. Это из реальности прошлого века, когда люди обычным образом делали сами продукты. Сейчас все по-другому немножко. Главное, вот йогурты, например, сахара поменьше. И йогурты, любые кисломолочные продукты, любые йогурты, они содержат примерно одинаковый уровень кальция, он примерно одинаково всасывается, его можно давать, и нужно давать, если ребенку, ребенок, как бы, да, ему по другим параметрам это можно, потому что есть дети, у которых безмолочная диета, тут мы об этом не говорим, это, значит, соответственно, если ребенок это ест, обязательно должен быть молочные продукты в диете, кисломолочные продукты, сыры, очень хороший процент содержания кальция, вот, если ребенок, как бы, да, не очень любит или не очень каким-то причинам получает молочные и кисломолочные продукты, опять же, мы выходим на сыры, можно увеличить количество злаковых крупы, в том числе, какие, гречка, раз, пшено, два, овсянка, три, значит, такие продукты, как бобовые, это фасоль, горох, это орехи, грецкие, миндаль, фундук, вот такие вещи, причем, если... Кунжут. А? Кунжут. Да, 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 и причем, если орехи там по каким-то причинам тяжело там грызть и так далее, размельчите их, просто добавляйте, скажем, тот же йогурт, в те же какие-то блюда, просто добавляйте в виде какой-то добавки. То есть, ну, есть варианты, вот это то, о чем я хотел говорить на последующих лекциях, вот в зависимости от возраста можно просто скорректировать диету, которая позволит как бы, да, вот это вот такое продуктозамещение, то есть, если ребенок не ест творог, можно добавить, скажем, другое, если он не ест, там, скажем, йогурт или не пьет молоко, можно добавить что-то еще и так далее, и так далее. Да, просто надо подбирать, если он не ест, скажем, чистое молоко, можно добавить, там, ряженку, простоквашу или другие кисломолочные продукты, и так далее. Миндальное молоко можно добавить. Миндальное, там меньше кальция, вот. Ну, что делать, на выбор. Да, да, просто увеличить количество. Аркадий, важный практический вопрос. Стоит ли давать детям и также взрослым обезжиренные или с пониженным содержанием жира молочные, кисломолочные продукты? Будет ли какая-то польза от этого или наоборот будет вред? Это все зависит от ситуации. Если у ребенка с жировым обменом все в порядке, то совсем не нужно. Все пропали. Это вот из этой серии, что вопрос зачем? То есть обезжиренные продукты мы даем, это диетические продукты, мы даем по показаниям. Если проблемы с печенью, если проблемы с жировым обменом, если проблемы какие-то гормональные нарушения, связанные со сбоем усвоения жира и так далее, да, если этого ничего нет, зачем? Кальций, он не увязан здесь. Это диета уточняю вопрос, помогает ли жир усвоению кальция? Нет, абсолютно не связаны. вещи. Опять же, мы говорим о чистом жире или о витамине D. Витамин D и, так сказать, варианты жира это разные вещи. Если мы говорим о рыбьем жире, это один вопрос. Если мы говорим просто о продуктах, содержащих жир, кстати, в молоке жира минимальное количество, поэтому тут даже говорить по большому счету не нужно. Понятно. Я немножко тогда ставлю свою точку зрения, практическую тоже, проверенную многих-многих людях. С моей точки зрения продукты должны быть естественно жирными. То есть любой продукт нейтрально он сбалансирован, любое искажение искусственное, убирание какого-то компонента никогда не приносит пользы, а приносит по большому счету вред. Это вот вопрос зачем давать, зачем? Вот тоже очень хорошо известно, те люди, которые едят в основном обезжиренные продукты, именно они имеют значительно большую отдельную вес, чем другие люди, вот в Америке например. Ну конечно, большая жизнь. И вот именно на счет того, что они едят неестественные обезжиренные продукты, и организм сам себе создает запасы жира, которые необходимы для нормальной функционирования. Причем за счет гормонов, а это уже необратимый процесс. Так, у нас осталось 15 минут, есть ли еще какие-то важные вопросы? Давид, я бы хотела задать вопрос. Конечно. как все мамочки, я в том числе не исключение, мы привыкли кашу, любую кашу варить в молоке. Но я когда-то читала, что получается, когда нагревается молоко, и допустим, гречка или пшено, теряется при нагревании кальций, в крупах соответственно железо и другие. И как бы считается, что лучше кашу заливать уже готовую молоком. Вот я бы хотела уточнить, правда ли это? Не правда. Что-то теряется, конечно, на лотке. Мы все, вот наше поколение все выросли на таком молоке, сваренном молоке. молодец, погоди, я сейчас обещаю. Она же не разваривается в молоке, эта крупа. В моем виду, если варили на воде, молоко добавляли потом, с маслом. Значит, при кипячении теряются витамины, которые в молоке, но в минимальном количестве, так же аскорбин, предположим, вот, это, скажем так, потребность витамины С мы молоком не восполняем, поэтому кальций не теряется. Кальций теряется только в скорлупе, когда мы ее кипятим, и то за счет того, что там его очень много. Даже если мы возьмем вареную скорлупу, то там кальция приличное количество просто теряется. И вот я говорил, там с Давидом немножко наслоилось, что гораздо большее количество кальция в скорлупе перепелиных яиц. Вот сейчас, ну, как бы модно, не модно, но вот к этому продукту обращаются. Ну, вот скорлупа перепелиных яиц, оно содержит, у кого там перепелиная ферма есть, пожалуйста, можете использовать скорлупу, перепелиную, вот именно в таком же рецепте, как я сказал, там кальция много, и он хорошо усваивается. Пленочку также нужно убирать, да? Да, 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 пленка убирается, пленка убирается абсолютно. Спасибо большое. Разницы нет, да, что сварить на воде и залить молоком, что можно? Каши абсолютно нет никакой разницы. Ну, я плохо представляю, если вы пшено, если вы пшено зальете молоком, это будет просто невкусно, я бы не стал. Потому что оно не проваривается, я же пойду. конечно. Поэтому все варится в воде, а молоко добавляйте потом. Овсянка сейчас еще, кстати, вот Давид, как бы, да, он не осветил, но я тоже хочу добавить, вот ситуация с крупами быстрорастворимыми. Мне тоже не нравится. Вот эта вот технология быстрорастворимых продуктов, она с точки зрения пищевой ценности, она неполноценна. Поэтому, если есть возможность, вот обращайтесь к старинным проверенным рецептам диетическим, а именно, вот варите нормальную крупу на нормальном молоке, нормальное количество времени, не валяйте дурака. Спасибо большое. Патрик? Да, здесь есть один момент, если есть неусвоение молока, то можно валить вообще без. Но другой аспект. Здесь вот здесь то, что Рим говорила, когда мы заменяем молоко, есть миндальное, есть соевое, потом есть непереносимость коровьему молоку, это не значит, что есть, допустим, непереносимость козьему. Человек может потреблять козье молоко, но с коррекцией. вот здесь у меня просьба, да, если меняется диета, должна быть коррекция. Вот об этом мы будем говорить, когда мы о диетологии будем говорить, то есть, скажем, коррекция по железу, коррекция по фосфору и коррекция по кальцию. то есть, добавляем какие-то продукты, которые содержат больше этих элементов. Поэтому, но как вариант козье молоко можно использовать, конечно, если непереносимость только коровьему. Есть еще какой-то вопрос? вопрос ко всем. ли какой-то вопрос? Даш два. Давид, как я понимаю, у нас сегодня слушатели гораздо меньше. Может быть, как-то скорректировать время, чтобы люди успевали? Аркадий, реальность не предоставляла нам другой возможности. Время было предельно... Скоро праздники закончатся и все вернется. Время было определено ответами еще людей, кому когда удобно, потому что сегодня рабочий день. Сегодня рабочий день, Аркадий. Я догадался. вопросы? Если нет вопросов, тогда заканчиваем. А я вот задавала вопрос, а мне не ответили. Я слушаю и по поводу того, что у меня у ребенка кальций. Несколько раз уже попрошено. Проднесите вопрос. Сказали, что Аркадий не видит вопроса. с телефона. Кальций в организме, в нервных волокнах. Вот это то, о чем я говорил. я эту тему обсуждать. Вы знаете, это резонансная диагностика, он, собственно говоря, мне ничего не оставил доктор. Это только было на словах. Я сама сфотографировала. Вы пишете, вы полгода лечитесь, и вам не оставили результатов исследования? Нет, на резонансной диагностике ничего. Это затребуйте результат исследования. Ты, ответ вот тычком пальцем в небо, что мы бы вот предположили, что у вас может быть вот это, это та самая диагностика, о которой Аркадий говорил в начале. Я вам сейчас сходу могу назвать шесть, семь заболеваний, при которых это могло бы быть. Поэтому нет, я, например, не возьму на себя ответственности, никаких рекомендаций давать. Только на основании проведенных вами исследований. Есть у кого-то есть еще вопрос, просьба произнести. Слух. Здравствуйте, можно вопрос? Например, у моего сына на лактозу, у него сразу открывается как бы реакция на лактозу. Жидкий стул и еще так и далее. А вот что можно ему повать не с помощью продуктов, молочных, а вот что лучше будет применяться кольцы? Возраст. Айдос 10 лет? 10-10 лет. Ну, здесь можно такие продукты, как сыр, злаки, бобовые. Господи, рыбу можно давать. Какие проблемы? Пусть рыбу ест. Взрослый человек уже может рыбу есть, он может есть всякие зелень может есть, укроп и чеснок и все подряд. Цыри, орехи, орехи он может есть в любом качестве и количестве. Достаточно большой. Даже если мы говорим о молоке, нутмин, нутмин, масло. Если вы, опять же, если есть необходимость добавить кальций, если есть какая-то клиника недостатка кальция, вы проверили в анализах, что нет, использовать этот вариант со скорлупой, но опять же у него может хватать кальция, если он нормально ест, почему возникают проблемы, тут не должно быть проблем. Когда молоко или там молочный сыр, вот что-нибудь такое поест, не давайте ребенку то, что он не может конкретно Айдесу нужно вообще делать проверку пищеварения и так далее, у него много других сопутствующих, скажем так, особенностей пищеварения, поэтому не сейчас. Но у дочки старше то же самое. Тем более, генетическое нарушение, да, наследственное. Давайте не сейчас, у нас осталось 5 минут, пусть кто-то еще задаст вопрос. Спасибо. Пишите, пишите, пока не зашли. Вопрос, пожалуйста. Если кто задавал и не ответил. Голосом, то, что в чате мы это сейчас читаете, не видим. В чате я все вроде посмотрела, тут уже не осталось не отвечено. Нет, был еще один на Жене. Голосом просьбу задать, я не могу тоже почитать этот вопрос сейчас. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, меня слышно? Да. Я хотела поинтересоваться, если у взрослого человека есть проблемы с зубами, то есть гломба даже не держится, это с кальцием проблемы или еще какие-то нужные анализы дать проверить? Смотрите, Евгения, это тоже я вам написала уже в чат. Нужно посмотреть все микроэлементы, начиная, причин может быть очень много. Вам нужно, естественно, посмотреть и калий, кальций, и натрий, и железо, и гемоглобин. То есть это как бы проблема, нужно вычленить, какой вид нарушения электрополитного обмена мешает, потому что это не только кальций. Если бы мы, например, говорили с вами о восторопорозе, да, или о порозности костей, тогда мы говорим, да, вот, скорее всего, что кальций. Здесь может быть какое-то взаимодействие между элементами нарушено. Поэтому общий анализ. это может быть вообще проблема не с зубами, а с деснами, например. Может быть, да, но это и с зубами. парадонтоз или какие-то... Поэтому, да, и гемоглобин, и все-все-все надо посмотреть и после этого обсуждать. Да, и сходить к хорошему донтисту посмотреть, нет ли парадонтоза. Парадонтоза, да. Парадонтоз и спектринфелия, ну, такое воспалительное заболевание, это видно. Если хотите что-то там поподробнее, напишите. Чай. Нужно, чтобы смотрел тот, кто может это увидеть. Да, 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 да. Согласна. Так, есть время на один вопрос, если есть. Если мы на все ответили, все рассказали, что хотели, тогда будем заканчивать. Всем привет. Доктор Аркаде, большое спасибо и всем тоже. Всего доброго. Давид, Давид, пока. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, мой сеанс начинается через полчаса. Жду тему. Все хорошо, спасибо. Спасибо большое, до свидания. Всего доброго. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!